Глубоко уважаемые коллеги, вначале я хочу принести глубочайшую благодарность организаторам этого симпозиума за возможность выступить на столь замечательном форуме. Сегодня мы прослушали несколько докладов, посвященных теме грудного вскармливания, и при тех или иных спорах о времени коррекции, времени ведения прикормов или расчетов каких-то формул, правил для оценки прибавки массы тела, в одном мы убеждены все однозначно, что грудное молоко является самым полезным продуктом для вскармливания детей первого года жизни, и чудо грудного вскармливания повторить невозможно. И в своей убежденности мы считаем, полагаем, что население в целом тоже точно так же относится к этой проблеме. Для меня с удивлением я прочитала мемуары Галины Вишневской, которая рассказывает о реакции Ростроповича на поездку в Америку. В Америку он там увидел огромное количество разных баночек, разных продуктов искусственных смесей и вернулся аплагетом искусственного вскармливания, и среди всех своих знакомых и друзей пропагандировал искусственное вскармливание как самое лучшее, как раскрепощающее женщину, как освобождающее ее от вот такого рутинного труда, как вскармливание младенца, и в полной уверенности, что именно благодаря искусственным вскармливаниям в Америке растут здоровые и крепкие дети. И если люди с высокоинтеллектуальной, хорошо образованной имеют такое представление, то что же говорить о населении в целом? То есть вот эта необходимость пропагандировать грудное вскармливание, несмотря на такое широкое распространение информации о грудном вскармливании, не отпадает на сегодня, мы все равно должны говорить о том, что именно грудное вскармливание, благодаря уникальному составу женского молока, обеспечивает и оптимальное физическое, и нервно-психическое развитие ребенка, его здоровье, и социальное развитие, и контакт с матерью, и социализацией вообще. Также многочисленные исследования доказывают о том, что вскармливание ребенка грудью в ранний период жизни оказывает метаболическое программирование и предупреждает развитие метаболического синдрома в будущем. Отсутствие грудного молока всегда требовало определения экстренных мер по ликвидации последствий этого события. Раньше в семьях с высоким уровнем достатка использовали кормилицу, этот вариант тоже имел свои проблемы, поскольку состояние здоровья кормилицы, ее образ жизни и питания не могли негативно сказываться на состоянии здоровья ребенка. Вот такой способ тем, кому не по карману было использовать кормилицу, использовали молоко сельскохозяйственных животных, причем даже весьма вот таким экзотическим способом, как прикладывание непосредственно к вымени животных. Немецкий педиатр писал о таком способе, как крайне опасном в плане распространения желудочно-кишечных заболеваний и требовал не отмены такого варианта, а улучшения гигиенического ухода за этими сельскохозяйственными животными. В России использовали жевку, так называемую тряпочку, в которую мать нажевывала картошку, хлеб, кашу, и в то время, когда она шла работать в поле, ребенок бежал дома и жевал эту тряпку. И надо сказать, что это не такое глубокое прошлое. Моя бабушка Ольга Николаевна сама рассказывала мне, как жевала картошку, засовывала ее в эту тряпочку и таким образом выкормила пять мужчин, у которых было хорошее здоровье, и они вынесли все тяготы Великой Отечественной войны и вернулись оттуда живыми. Но, тем не менее, была еще одна очень интересная форма вскармливания. Когда покупали на рынке отрезанный сосок коровьей, нацепляли его на коровьи рог, в этот рог засовывали вот эту жевку, и ребенок вот это малогигиеничное гниющее произведение высасывал в течение нескольких дней. И вот этот плакат 1924 года показывает реально, что соски и жвачки погубили больше крестьянских детей, чем пули солдат. В советское время в России были популярны молочные кухни, но идея молочных кухонь была еще до советской власти. В Петербурге в 1904 году были открыты пункты капли молока, где оказывалась помощь в питании детей. Ну а вообще в мире новая эпоха развития искусственного вскармия началась в 1867 году, когда в Швейцарии фармацевт Нестле изготовил первую смесь. Это была смесь, очень далекая от сегодняшних, смесь муки, сахара и коровьего молока. Ну были описаны случаи успешного выкармливания, в том числе недоношенных детей с помощью этой смеси. И вот с тех пор как раз производятся различные смеси для детского питания. В голодные советские годы очень популярно было обогащать молочные смеси белком. Посмотрите, козоль, плазмон, никто и не помнит теперь таких названий. А это были смеси, где было крайне усиленное содержание белка. И это главной задачей было накормить, поднять физическое развитие детей в эти годы. Сухие смеси и производство детского питания в нашей стране активно начало развиваться с 50-х годов. Но как нельзя сравнить искусственное вскармливание и естественное вскармливание, так и смеси, как бы они хорошо не были приближены к грудному молоку, а грудное молоко именно является эталоном, к которому должны стремиться, назначая или выбирая те или иные смеси, сравнить их невозможно. Как вот эти две картины, это художественные произведения, оба написаны маслом. Одно из них «Мать смотрит на ребенка», психологический контакт матери и ребенка, да, и грудное вскармливание. А вторая картина называется «Современные матонны». Это, значит, американский художник нарисовал мать с ребенком. Обратите внимание, все не так. Мать смотрит не на ребенка, а на гаджет, который она держит в руках. Ребенок смотрит не на мать, а впился в бутылочку. И в качестве нимба над головой матери электрическое освещение. Вот они, современные Мадонна. Не только объективные причины, состояние здоровья заставляют женщин не кормить грудью, но и целый ряд социальных причин. И наша задача действительно пропагандировать грудное вскармливание, чтобы вот такие причины встречались все меньше и меньше. Этапы адаптации молочных смесей, вернее направления, по которым можно приблизить молочную смесь для вскармливания детей к грудному молоку, они касаются практически каждого компонента женского молока. Адаптация белкового компонента смеси сегодня выглядит совершенно иначе, чем раньше. Доказано, что высокое содержание белка в питании детей раннего возраста оказывает метаболическое программирование и приводит к формированию ожирения и метаболического синдрома в более старшем возрасте. Поэтому сегодня происходит снижение уровня белка в смесях, обогащение смесями сывороточными белками, коррекция аминокислотного состава, добавление нуклеотидов. Адаптация жирового компонента смеси долгое время происходила за счет обогащения жирами растительного происхождения, которые являются источниками полинасыщенных жирных кислот, адаптация углеводного компонента с целью улучшения микрофлоры кишечника и развития бифидофлоры, адаптация витаминного, макроэлементного состава, обогащение биологически активными веществами, витаминоподобными веществами, пробиотиками. В последние годы особенно актуальным является модификация жирового состава детских смесей. Это связано с тем, что жиры выполняют функции младенцев, чрезвычайно важную функцию. Жировой составляющий ребёнок первого года получает 50% всей энергии. И кроме этого жиры входят в состав всех клеточных мембран, участвуют в термоплорегуляции, механической защите органов в запасе энергии и воды и контролируют обмен веществ организма. Жир в грудном молоке, как уже говорилось, был недавно, симпозиум проходил специально по жировому компоненту смеси. Жир грудного молока содержит глобулы специальные. Эти глобулы меньше по размерам, чем глобулы коровьего молока. И хочу подчеркнуть, и сегодня уже говорилось об этом, что в заднем молоке концентрация жира в 4-5 раз выше, чем в переднем. Это действует как регулятор насыщения. И дети, которых кормят сначала из одной груди, потом другой, он не получает заднее молоко. У них хуже формируется правильное пищевое поведение в каком контексте? Правильное пищевое поведение – это принятие пищи только когда голоден. То есть человек должен ощущать чувство голода и принимать пищу только когда голоден, а не тогда, когда она красиво выглядит, хорошо пахнет или просто за компанию. Ну вот, и если ребёнок не высасывает вот это заднее молоко, которое помогает ему ощутить чувство сытости, у него вот это нарушение пищевого поведения происходит достаточно чаще, чем у детей, которые вскармливаются правильно. Как видно на данной диаграмме, молочный жир составляет практически одну треть состава грудного молока и является источником короткоцепочных жирных кислот, что очень важно подчеркнуть, поскольку бутерат является энергетическим субстратом для колоноцитов, и состояние кишечного эпителия, иммунной системы желудочно-кишечного тракта будет зависеть от того, насколько достаточно содержится этих короткоцепочных жирных кислот в организме. Пропионат является регулятором метаболических процессов и липидного обмена в печени, что также очень важно в плане метаболического программирования, а ацетат является энергетическим субстратом для мышц, почек, сердца и мозга. Кроме короткоцепочных жирных кислот, жиры содержат еще функциональные липиды, такие как ганглиозиды, фосфолипиды и холестерол. Их роль в последние годы тоже чрезвычайно активно изучается, особенно фосфолипиды, которые входят в состав всех клеточных мембран. Кроме этого, фосфодитилхолин участвует и в пищеварении. Он эмульгирует пищевые жиры, повышает усвояемость жиростворимых витаминов А, Д и Е в пищеварительном тракте, дефицит глицетина, дефицит фосфолипидов. Приводит к внутричерепной гипертензии, к задержке речевого развития, к задержке психомоторного развития, к психоэмоциональной неуравновешенности, к снижению способности концентрации внимания, к нарушению памяти. И, кроме того, даже к нарушению двигательной активности, усталость, повышенная утомляемость и так далее. Важную роль в последние годы доказано, что играют ганглиозиды. Ганглиозиды в 15 раз их содержание выше в головном мозге, чем во всех остальных других тканях организма. И чрезвычайно быстро, интенсивно нарастает их количество в период внутриутробного развития. Важно, что ганглиозиды, потребность в них очень высока, но она не покрывается за счет синтеза внутри организма. Ганглиозиды обязательно должны поступать с пищей во время внутриутробного развития с пищей матери, а в постнатальном периоде с пищей, которую получает ребенок. Основным источником является грудное молоко или специальные формулы. И вот данные утопсии детей, которые умерли от синдрома внезапной смерти, показывают, что содержание ганглиозидов в мозге у детей, которые находились на естественном скармливании, почти в 30 раз выше, чем у детей. То есть на 32% выше, чем у детей, которые скармливались с помощью искусственных смесей. Было проведено целый ряд наблюдений. О том, что перинатальный дефицит ганглиозидов в питании ребенка оказывает влияние не только на нервно-психическое развитие младенца на первом году жизни, но и в более взрослом, и даже в пожилом возрасте в экспериментальных моделях у грызунов показано, что процессы запоминания, долговременной памяти, моторной активности гораздо хуже, чем у тех, кто получал ганглиозиды. Кроме того, ряд экспериментальных моделей на животных с распадом центральной нервной системы посттравматическим или клинические исследования, проведенные больше, чем у 2000 детей с детским церебральным параличом, показали, что назначение ганглиозидов помогает улучшить негативные симптомы со стороны центральной нервной системы, наблюдающейся в этих клинических ситуациях. И причем наиболее выраженный эффект наблюдался у более молодых пациентов. То есть чем раньше мы проводим такие вмешательства, тем лучше получаем клинический эффект. Особые знания получены в последнее время по поводу холестерина. Ну, терапевты к холестерину относят однозначно. Они его связывают с атеросклерозом и советуют проводить специальную диету со сниженным содержанием холестерина. Но оказалось, что у детей все не так. У детей в раннем возрасте холестерин играет чрезвычайно важную, необходимую роль. Он является субстратом для синтеза целого ряда биологически активных соединений, желчных кислот, липопротеидов, витамина D, гормонов. Он стабилизирует клеточные мембраны. И особенно это действие важно в первые месяцы жизни. Он влияет на пластичность клеточных мембран. И поэтому содержание холестерина в грудном молоке чрезвычайно велико. 41 миллиграмм процент. У детей на эскизном вскармливании уровень холестерина в крови значительно выше. Но это еще не самое главное. Самое главное, что те дети, которые имеют высокий уровень холестерина в крови на первом году жизни, в последующем, в взрослом состоянии, реже имеют гиперхолестериномию. То есть мы видим метаболический эффект на жировой обмен хорошего содержания холестерина в грудном молоке в раннем возрасте. Все вот эти полезные вещества, о которых я только что говорила, фосфолипиды, ганглиозиды, холестерин, церебразиды, они все сконцентрированы в жировых глобулах локально. Они содержатся в трехслойной мембране жировых глобул. И одновременно с белком мембранным и с другими компонентами. Вот так выглядят эти липиды на поверхности трехслойной мембраны. Липидная фракция жировых глобул молока. Биоактивные липиды – это ганглиозиды, фосфолипиды и стеролы. Они связаны с развитием мозга, когнитивного развития, а также с развитием иммунной системы. И добавление мембран жировых глобул молока в питательной смеси, она увеличивает содержание вот этих необходимых активных элементов для развития мозга. Посмотрите, вот на данном слайде представлена стандартная молочная смесь, которая содержит молочный жир добавленный. И смесь с компонентами мембран жировых глобул. И вы видите, что и содержание и холестерина, и фосфолипидов в этой смеси значительно больше. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь представлены как раз этапы адаптации жирового компонента молочных смесей в историческом аспекте. Если классические смеси имеют частичную или полную замену жира молока на природные растительные масла, то следующим этапом в сторону улучшения – это добавка молочного жира, который также содержит вот эти полезные вещества, мембран жировых глобул. И более высокая ступень – это добавление только компонентов мембран жировых глобул плюс молочного жира. Почему это так важно? Дело всё в том, что добавление концентрированных вот этих полезных элементов для развития центральной нервной системы позволяет снизить энергетическую нагрузку за счёт содержания триглицеридов, которые содержатся в молочном жире. А это чрезвычайно важно для когнитивного развития. Вот на этой схеме хорошо показано, как влияет избыточный энергетический обмен на познание. Русская пословица что грозит? Сытое брюхо к учению глухо. Так оно и есть. Избыток энергии, который производится в митохондриях, влияет на активный хроматин, переводя его в неактивный, и регулируя экспрессию генов, оказывая гепигенетическую регуляцию на познание, а нормальное, адекватное содержание энергии, особенно с двигательной активностью, которая компенсирует, значит, избыток поступления. То есть сбалансированное состояние между поступлением энергии и двигательной активностью вызывает продукцию медиаторов, таких как мозговой нейротрофический фактор, инсулиноподобный фактор роста. Они влияют на синаптическую пластичность, улучшают познание избыток энергии, приводят к развитию перекисного окисления липидов, нарушению гомеостаза. Кроме фосфолипидов, холестерина и ганглезидов, на центральную нервную систему из жирового компонента влияет хорошо всем известная омега-3 и омега-6, полинасыщенные жирные кислоты. Вот это знают и все врачи, и знают население, что они влияют на структуру клеточных мембран, на ее текучесть, гибкость, проницаемость. Также их деятельность ассоциирована с мембранами ферментов, рецепторов. Они участвуют в активации пищеварения, созревании клеток кишечника и в созревании иммунных клеток. Очень интересно, что даже антинатальный дефицит омега-3 и омега-6 жирных кислот приводит к тому, что имеются проблемы обучения и не только в период первого года, но и в период восьмилетнем возрасте, поведенческие отклонения в школьном возрасте и с дефицитом омега-3 жирных кислот связывает синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Хочу обратить ваше внимание на вот эту схему, которая отражает распознанный, уже известный сегодня механизм действия омега-3 жирных кислот на синаптическую пластичность. Я не буду вдаваться в сложные подробности воздействия тех или иных биологически активных молекул. Я прошу вас обратить на самую нижнюю часть этого слайда. Омега-3 жирные кислоты влияют на транскрипцию генов, которые вовлечены в процессы синаптической пластичности и в развитии когнитивных функций. Таким образом, дефицит омега-3 жирных кислот создает прецедент не только худшего нервно-психического развития самого ребенка, но и закрепляет этот эффект генетически. Таким образом, современная молочная смесь, которая бы отвечала потребностям современной жизни, которая бы содержала молочные жиры и компоненты мембраны жировых глобул. На сегодняшний момент создана смесь, это называется Semper Nutra Defense Baby. И помимо улучшенного содержания жиров, она содержит и другие модифицированные компоненты. Это альфа-локтабин, основной белок, который входит в состав грудного молока, оказывающие положительное влияние на формирование микрофлоры кишечника, хорошо усваивающиеся. Галакта, олисахариды – это пребиотический компонент этих смесей. Омега-3 и омега-6 жирные кислоты в адекватном соотношении. Нуклеотиды, которые являются важным компонентом грудного молока и строительным материалом ДНК, РНК. Формирование иммунной системы и развитие желудочно-кишечного тракта также связано с коррекцией нуклеотидов. Обратите внимание, что формула-1 и формула-2 смеси Сэмпер-Нутродефенс-Бэби содержат одинаковое количество белка в смесях. Это бывает очень редко во всех линейках формул. И это очень важно в плане метаболического программирования, которое мы говорили сегодня, что содержание белка сегодня в смесях должно быть снижено по сравнению с старыми нормами для того, чтобы не формировать развитие метаболического синдрома в будущем. И компоненты мембран жировых глобул молока входят именно в первую смесь, и потому что именно в первом, то есть именно в возрасте первых шести месяцев крайне важно развитие центральной нервной системы на будущее у этих детей. Результаты клинических испытаний, использования этих смесей, они проводились шесть лет, эти клинические наблюдения показали, что и показатели физического развития детей, получавшие такую смесь, приближенные к показателям детей на грудном вскармливании, и развитие центральной нервной системы, когнитивное развитие у детей, также приближалось к показателям на грудном вскармливании, и частота встречаемости инфекционных заболеваний, в частности острого среднего ацита, и за счет влияния на спектр иммуноглобулинов, которые продуцируются на фоне приема этой смеси, также показала ее клиническую хорошую эффективность. В заключении хотелось бы остановиться еще на одном очень важном аспекте, который обсуждался на прошлом симпозиуме, посвященном жирам, о том, что модификация жирового компонента должна учитывать, что эффективность усвоения жира зависит не только от размеров жировой глобулы и жирно-кислотного состава жира, но и расположения жирных кислот в молекулу глицерола. Об этом сейчас много говорят, врачи часто спрашивают. Так вот, получены интересные данные, что если в грудном молоке содержится в основном в этапальмитат, 70% правильная позиция, улучшающая усвояемость жиров, а в пальмитиновой кислоте в молочной смеси с растительными маслами такая позиция всего 10%, а вот добавление молочного жира в смеси увеличивает содержание в этапальмитата в смесях до 30%. То есть мы все-таки действительно идем в направлении приближения молочных смесей к грудному молоку по составу. Говорится невозможно и возможно. Может быть, когда-нибудь еще максимальнее приближено. Но сегодняшний день – это уникальная композиция, действительно инновационный подход. Сегодня это лучшее, что можем предложить сегодня. Ну и говоря о том, что это лучшее, что можно предложить сегодня, я хочу, чтобы вы все-таки не забывали вот этот замечательный плакат, где написано, что ни один, а даже самый лучший в мире отец не может заменить мать, ни одно лучшее искусственное вскармливание, не может заменить грудное молоко. Но имея в своем арсенале лучшее, мы должны давать его детям. Благодарю вас за внимание.